В США итоги президентской гонки по-прежнему неизвестны. Подсчет бюллетеней продолжается в Джорджии, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Аляске. Кандидат от демократов Джо Байден уже получил 264 голоса выборщиков, в то время как его соперник Дональд Трамп 214. Для победы нужно 270. По мнению экспертов, шансы у обоих претендентов на победу одинаковы. Набраться еще немного терпения, электорат попросил Джо Байден. Мы довольны тем, как обстоят дела. Нет никаких сомнений в том, что когда подсчет закончится, я и сенатор Харрис будут объявлены победителями. Поэтому я прошу всех оставаться спокойными. Процесс идет. Подсчет идет к завершению и скоро мы уже все узнаем. Между тем, Дональд Трамп в соцсетях потребовал прекратить подсчет голосов. Ранее предвыборный штаб действующего президента направил судебные иски в адрес властей штатов Мичигана, Невады, Джорджии с требованием перепроверить счет почтовых бюллетеней избирателей. Судьи Мичигана и Джорджии иски отклонили. Если вы посчитаете законные голоса, то увидите, что я легко выигрываю. Они пытаются украсть эти выборы у нас. Я выиграл во множестве ключевых штатов, несмотря на историческое вмешательство больших медиа, денег и технологий. Как все видели, мы выиграли с историческими цифрами, а выборщики посчитали их неправильно. В Неваде демократ Байден лидирует с отрывом в 0,9%. В Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине с разницей почти в 1%. Первенство удерживает Трамп. Предположительно, результаты подсчета бюллетеней будут объявлены во всех штатах сегодня. Последний день, когда мы сможем посчитать наши бюллетени и отправить их в систему 12 ноября. Мы будем здесь всю ночь, пока мы не посчитаем все голоса. Продолжение следует...